Добрый день, дорогие господа! До такой степени, что с Божьей помощью сегодня закончим 68 главу. Это не только, что мы выучили с вами 68 глав, мы с вами еще учили все главы, связанные с праздником, прыгали, перепрыгивали, так что у нас уже готовы с вами плейлисты, которые говорят о каких-либо праздниках, просто бум, заходишь на мой канал Ютуба и там все есть. Короче, заходите, подписывайтесь, делитесь, рассылайте. Ну, а мы с вами продолжим. 68 глава, как вы помните, говорит о законах дорожной молитвы и поведении в пути. Причем многие законы, конечно же, пересекаются здесь о том, сколько нужно идти до воды, если нужно помыть руки и так далее. Это мы с вами учили предыдущую главу, поэтому мы не будем, опять же, на это повторяться, так сказать, а просто будем учить то, что релевантно к этой главе. И на прошлом уроке мы говорили о прикольной ситуации, когда тебе нужно молиться в пути. Понятно, что сегодня никто не молится, идя по дороге именно в прямом смысле слова, но один мой знакомый, учитель, друг Михоль Корец, папа Рапшимшин, все время ставит в социальных сетях о том, как он ездит в Тель-Авив на работу из Иерусалима и как есть миниан в поезде каждое утро, на которое в конкретное время, в конкретный вагон евреи собираются молиться в дороге Шакаресу, какой остановки, что они читают и так далее. Очень прикольно. Да, так еврейская жизнь, она пронизывает все полностью наш ежедневный, так сказать, повседневный обиход. Так вот, на прошлом уроке мы говорили о том, как себя вести в дороге, когда нужно помолиться. Я хочу подчеркнуть, что если говорить о сегодняшней релевантности, вот самолетное моление, молитва в самолете, в меняне и перегораживая все пути, и мешая, и тебя трясет, и турбулентность, и все такое, я не люблю. У кого-то есть такая любовь к этим приколам, ну, когда приходится, приходится, было время, когда я очень много летал, сейчас, слава богу, меньше. И я предпочитаю всегда помолиться ногами на земле, в правильном направлении, не волнуясь и так далее. Но если вы приходите, если вы находитесь в такой ситуации, то да, в общем-то, можно молиться, даже если есть, кроме первых трех и последних трех благословений Амиды, которые обязательно в любой ситуации, даже в ситуации сильной турбулентности и пристегните ремни, нужно говорить стоя, все остальное теоретически можно говорить сидя. Но, опять же, всегда лучше молиться в миньяне и, желательно, не в пути. Продолжим. Дальше, кто следит по тексту, девятый параграф. Идешь ты в пути, и пришло время обеда, завтрака, ужина, что вы там, ланча, бранча, что вы там кушаете. И нету воды, если вы помните, да, имеется в виду, опять же, когда время пришло покушать, имеется в виду, что нужно помыть руки на хлеб. Мы об этом учили, не хочу повторяться, опять же, посмотрите уроки, которые, они все в записи есть. Правда, мне сообщили, что почему-то в списке нету 76-го урока, не знаю, куда он делся, буду искать. Да, обязательно исправьте для всех, кто слушает. Но мы говорили о том, сколько нужно идти вперед, назад и так далее. И этот вопрос только касательно, когда вы собираетесь кушать с хлебом. То есть вам нужно помыть руки или любые другие вещи, там, влажную еду, которую нужно кушать руками, для которой нужно мыть руки. Если я правильно помню, то возвращаться, если есть вода, нужно хотя бы одну милю. А если вперед идти, вы знаете, что там есть вода, нужно до четырех миль. Но тот, кто кушает, мы учили в другом тоже, в 42-й главе, кто кушает хлеб, начинайте уже трапезу с хлебом. Нельзя покидать место трапезы, пока не скажете благословение после еды. Опять же, мы это обсуждали, есть два мнения в Мишне. Мы идем в данном случае по более устрожающему мнению Шамая, как ни странно, о том, что начал кушать, закончил кушать в том же месте. Да, есть исключения и так далее, но Лехадхила изначально так делать не нужно. Но я хочу сказать то же самое, что мы говорили в прошлый раз. Вся идея того, что вот вам нужно куда-то идти, и там вы берете с собой, чтобы не говорить, здесь Беркат Амазон. Беркат Амазон читается пять минут. Давайте честно, никто не читает Беркат Амазон 15 минут и сидит там, думается и так далее. Ну, семь минут. И даже если вы в другом месте хотите продолжить трапезу, замечательно. Все, что вы можете сделать, вы выполните еще одну заповедь истории, благословение после еды, скажете еще четыре благословения. Поэтому все эти схищрения взять с собой под кипу в шаббат или засунуть в носок кусочек хлеба, чтобы где-то в другом продолжить трапезу, все это вы делаете только для того, чтобы не выполнить заповедь истории, не сказать четыре других благословения. Вот, как говорится, да. Скажите просто Беркат Амазон и идите дальше. Продолжим дальше. Да, а также мы говорили в сорок четвертой главе, что царик льбарэх мэйшав давка, и нужно читать именно сидя. Опять же идет речь о том времени, когда нужно было там, ходили пешком, ехали на лошади и так далее. В основном, если идти пешком, подчеркивается, что если вам в дороге нужно сказать Беркат Амазон, присядьте. Но, если вы идете по дороге, и по дороге ням-ням-ням хомячите, помыли ручки, и так сложилось, что вы кушаете в пути, сейчас объясним, почему, когда это может быть вызвано, то жуете свой бутерброд, можно и в пути, идя по дороге, имеется в виду, не в самолете, не в поезде, а именно когда вы пешком идете по дороге, можно говорить в дороге Беркат Амазон. Почему? Что если ты идешь пешком, то, естественно, твоя скорость перемещения из пункта А в пункт Б, она медленная, и ты боишься, что ты куда-то не успеешь. И наступит ночь, и ты не успеешь дойти до своего пункта назначения, то из-за того, что ты взволнован на том, что ты не успеешь, то лучше покушать по дороге, и не волноваться, что ты куда-то идешь, а сказать благословение после еды в пути, чем сидеть, нервничать, что ты опаздываешь, и быстро сказать Беркат Амазон. Но если вы, как мы сказали в начале параграфа, если вы присели перекусить, а тут вам вдруг спохватили, что вам нужно торопиться, стоп, начали кушать сидя, закончите, скажите Беркат Амазон. Сидя никто никуда от вас не уйдет. Продолжим дальше, 10 параграф. Говорит Раф Гансарет, сейчас мы попытаемся это спроецировать на сегодняшнее время. Некоторые имеют обычаи, когда едут куда-то далеко, и другой возможности нет. Не то, что обычаи, а так себя ведут. Нет, не дай Бог, не обычаи. Просто минхак – это то же самое слово. В данном случае имеется в виду, что ведут себя точно так же, что кушают в доме идолопоклонника. Не имеется в виду, кушают еду идолопоклонника, а имеется в виду, кушают свою еду, но кушают в доме нееврея. И, ну, допустим, окей, давайте спроекцируем это на сегодняшний день. Не в некошерном ресторане. Мы не ходим, я, по крайней мере, не хожу в некошерные рестораны, не на поминки, не на дне рождения. Соответственно, почему? Потому что ты кушаешь в месте, где еда некошерная. Даже если ты кушаешь свою консервированную туну, то никто не будет разбираться, что ты кушаешь. Ты как человек, который позиционирует себя как религиозный человек, ты represent, ты представляешь какое-то общество. И когда ты кушаешь в некошерном месте, то никто не будет разбираться, кушаешь ли ты свою туну из банки, или ты кушаешь некошерное и начнут говорить. А когда начнут говорить, это действительно к этому мы серьезно относимся. Но теперь я не буду входить в этот момент, потому что мы это обсуждали, где, как кушать и так далее. Имеется в виду, что человек находится в пути, нет кошерного ресторана, просто вы находитесь в гостинице, и там есть какой-то фудкорт, где вам нужно покушать, хозяева не время, место некошерное, и вы там кушаете. Нет в таком случае никакого запрета, потому что понятно, что это гостиница, и там можно заказать еду, а можно кушать самостоятельно. Что в таких случаях, какие есть ограничения. Не говорят зимун в такой ситуации, потому что это неустановленная трапеза. То есть в доме идолопоклонника вы не кушаете, просто назначаете свидание, чтобы покушать в некошерном месте. Нет, вы этого не делаете. Так, сложилось вы в пути, это единственное место, где можно присесть покушать. Окей. Опять же, имеется в виду, когда это конкретно позиционируется как некошерное место. И дом идолопоклонника не имеется в виду, что вы в церковь зашли. Именно некошерное место. Но если вас собралось там несколько евреев, и вы решили вместе сесть, поделиться своими бутербродами друг с другом, то тогда, да, нужно говорить зимун, не нужно отменять зимун, потому что вы вместе собрались. То есть зиму не нужно говорить. Если ты там пришел, сидишь, кушаешь свой бутерброд, и видишь... Я и приведу пример. Конкретный привет в самом неожиданном месте. Как-то был я в городе Томск, и там сидел, ждал самолета в Москву, который задержался, и сидел в бизнес-лаунде. И, ну да, правда, там не трапеза была, кушал шоколадку, пил местный кофе, который кошерный, шоколадка была с собой. Тут заходит человек, там еще сидят какие-то бизнес-мены, потому что это бизнес-лаунде, я сижу тихо, кушаю свою шоколадку. Заходит человек, снимает пальто, снимает шапку, у него там кипал, и, конечно, садится рядом со мной. Он говорит, я вас знаю, вчера, к сожалению, не удалось побывать на вашей лекции, принимал экзамены. Неважно, познакомился, очень интересный человек. Естественно, я ему предложил свою шоколадку, говорю, угощайтесь, мы явно с вами из одного профсоюза. Если мы вот так вот случайно оказались в одном месте и решили покушать вместе, то да, если у нас есть зиму, его не нужно отменять, только потому что это не кошерное место. Но если это какой-то большой, какой-то там фудкорп, где люди просто приходят и кушают open space, то тогда не нужно специально собираться делать зиму. И когда вы говорите Беркат Амазон в пути, сидите где-то перекусывайте, то можно в Беркат Амазон добавить вставку, пусть пошлет Всевышний нам благословение, великое благословение, через которое мы проходим и в месте, в котором мы живем на веки веков. Просто такая дополнительная вставка Беркат Амазона, сегодня ее практически никто не говорит. А если кто-то один, вы находитесь в пути, и кто-то один угощает, приготовил бутерброды для всех. Кстати, это очень важный момент. Когда говорят в благословении, когда мы говорим о благословении после еды, пусть Всевышний благословит хозяева этого дома, то, что мы говорим в обычном Беркат Амазон, кого мы имеем в виду, мы говорим за того, кто предоставляет нам эту трапезу. К чему я это говорю? Например, шаббат, когда у нас здесь трапеза на шаббат, у нас каждый шаббат есть спонсоры, которые спонсируют кидуш в честь Йорс, это в дне рождения, годовщин свадьбы. Мало ли какие еще бывают поводы, слава богу, таких много, большое наше общение. Каждый, действительно, в прямом смысле слова, каждый шаббат, когда мы говорим эту вставку в Беркат Амазон, мы имеем в виду людей, тех, которые заплатил за этот банкет. На ВК Альбара Сюдат идет речь о том, кто хозяин этого трапезы, вы им лап, а если кушают каждое свое, а не один всех угощает, не умру арахаману вареху танам. Всевышний благословит нас всех. Но, опять же, это идет речь только о, если вы в пути, когда мы дома, в синагоге, в месте, где мы обычно проводим трапезу, там не делаем никаких изменений в Беркат Амазон. Одиннадцатый параграф. Медина. Изначально, по закону, в шаббат нельзя отправляться в путешествие дальше, чем на три парсы, это приблизительно 12 миль. Как возвращаться домой, даже если вам нужно вернуться домой, то мы с этим очень осторожны. Понятно, что сегодня это немножко по-другому, даже Рафганцев сейчас будет говорить изменения на то время, на девятнадцатый век, почему это не так. Сегодня, тем более, не так, потому что 12 миль, это как за покупками съездить, да, то есть это не то расстояние. Имеется в виду, нужно всегда иметь common sense и не выходить в дорогу канун шаббата в пятницу так, чтобы вы не могли вернуться. Есть даже, мы отдельно будем учить это в законах шаббата, будем учить о том, когда, куда выходить можно в пятницу и так далее. Но, опять же, нужно иметь здравый смысл и понимать, насколько вы можете отойти, уйти, чтобы не опоздать на шаббат, то есть планируйте свое время. Вообще, еврею очень осторожно и внимательно нужно относиться ко времени, потому что у нас все связано со временем, когда молиться, когда читать и так далее. И поэтому очень важно правильно выстраивать свои приоритеты, чтобы все успевать вовремя. Иначе мы не можем вписаться в еврейский образ жизни. Вумендинот Эйло Эн Низарим, говорит Рафганцу, живший в Венгрии, об этих государствах наших странах, не столь опасаются того, что выйти в путь на 12 миль в канун шамбата. Почему? Потому что обычно люди готовят много. Что имеется в виду? Почему нельзя далеко ходить? Потому что вам нужно успеть приготовить на шаббат. Опять же, это не то, что вы в среду можете начать готовить на шаббат и потом все поставить в холодильник, заморозить или перед шаббатом разморозить. Нет, тогда нужно готовить все свежее, потому что охладительных систем не существовало еще. Но, говорит Рафганцвель, что вообще не волнуйтесь, потому что сегодня у нас, слава богу, хорошо живется, это 19 век. На шаббат мы вообще так много готовим, что даже если вы придете за час до шаббата, то приготовьте меньше, чем вы готовите обычно, все успеете. Тем более сейчас, майкровы, суши-мешуга, кошер-палас, вообще не вопрос. Но все равно нужно быть осторожным, чтобы не уезжать нас так далеко, чтобы перед шаббатом не вернуться. Мне самому, к сожалению, как вы знаете, приходится, так сказать, часто заниматься... Ну, прямо сейчас еду на это же мероприятие похоронами, и есть похороны, которые очень далеко. Мне иногда приходится отказываться, когда люди настойчиво хотят делать похороны в пятницу, там, не знаю, в час дня, и ехать куда-нибудь в Парамус. Я, честно говоря, при всем уважении, я должен отказаться, потому что в шаббат есть шаббат. Продолжим дальше. Сейчас у меня перепрыгнуло. Но в любом случае, как я уже упоминал, нужно быть осторожным, чтобы заходить в дом своего пребывания на шаббат. Пусть-то в гости, пусть-то домой. У шпиза это, в принципе, гостиница, место, где вы будете на шаббат. Но до того, пока еще день велик, имеется в виду где-то в середине дня, а не ближе к вечеру. Это относится к молодым парам, чем более молодая... Как определить молодоженов? Молодожены всегда приезжают на шаббат, на синагогу, в гости, заходят домой, заканчивают готовить убирать в последнюю секунду. Ки, или там, проверку хамедса делают в 9 часов утра, уже в канун Песаха. Ки арбэхилуль шаббат ба лидей ма шамитахримпа. И так как много приводится к нарушению шаббата тем, что мы не следим за временем и опаздываем. Как я сказал, евреям нужно быть очень осторожным, со временем правильно выставлять свои приоритеты. И поэтому нужно быть очень осторожным, говорит рафганцы. Пусть наше животное начало нас не сбивает с панталыку и говорит, о, еще много времени, все успеешь, еще можно на пляж сходить. Нет, нужно шаббат, это дело серьезное, особенно когда вам нужно куда-то ехать, вы в пути, идете в гости и так далее, следите, так сказать, за временем. И давайте сделаем еще один параграф, и тем самым... Закруглим 68 главу, как молодцы, 12 параграф. Если вы в шаббат, находитесь в гостинице, в пути, то есть вы не дома, и у вас с собой много денег, деньги, драгоценности, что-то ценное. Идет речь о том, что если вдруг вы так волнуетесь за деньги или драгоценности, а в первую очередь деньги, потому что это мукция, что вы хотите их держать все время при себе, не пускать из виду. Если есть возможность их куда-то вложить в место, где вы доверяете, в сейф, или спрятать, чтобы никто не нашел. Сегодня во всех гостиницах есть сейф, хотя говорят, что у всех уборщиц есть код от этого сейфа, или общий ключ, но не суть важна. Вы должны доверять, останавливайтесь в добропорядочных постоялых домах и гостиницах. Нужно обязательно так сделать и ничего наносить с собой, потому что деньги – это мукция, это то, что нельзя носить и трогать в шаббат. А если нет такой возможности спрятать, заложить так, чтобы вас бы не украли, вы волнуетесь, вы находитесь в месте, где могут украсть. Тогда вы вшейте их себе в одежду до начала шаббата и сидите дома, чтобы не выходить и не носить их в месте, где нету ируба. То есть, что имеется в виду? Маленькое замечание по поводу законов мукция. Некоторые виды мукции, если это часть, становятся частью одежды, не считаются мукцией. Например, в Советском Союзе разрешали проездной, месячный проездной. Помните, были такие вшивали вот так вот под лацком себе в пиджак. Я знаю старичков, которые у нас в Одессе в синагоге так делали. И когда нужно было ехать в синагогу на Пересопе, они жили на Черемушках или на поселке Котовского, то они, заходя в автобус или в трамвай, или в троллейбус, просто вот так вот показывали свой проездной, он был вшив. Теоретически окей. Хотя тоже проблематично. Здесь говорится, что если вы… По крайней мере, это перестает быть мукцией. Вопрос, или это является переноской. Поэтому говорится, что вшейте себе деньги в одежду, так, чтобы вы не могли их просто так достать в шаббат, имеется в виду зашить их. И тогда сидите дома, если нету ирува, и там нельзя переносить, потому что оно перестает иметь статус как таковой мукцией, но переносить в шаббат – это тоже нельзя. Короче, все сложно. Будем говорить отдельно о законах шаббата. Надеюсь, что для вас это никогда не будет релевантно. Не законы шаббата, а эти законы – вшивать деньги в одежду. Сейчас это была стратегия, а теперь тактика. Но если из-за того, что вы сидите все время в номере, живущие вокруг, находящиеся вокруг, о которых вы волнуетесь, что вас украдут деньги, подумают, а если он сидит в номере, значит, у него или у нее там полно бабла, и поэтому они не выходят. Когда зашиты в одежду, можно выходить даже без ирува. Короче, с тактикой и стратегией. Но если положили это в карман, то по любасу нельзя выходить с деньгами в кармане. Есть еще одна глава в Шелхонорхе, которая говорится дополнительно о вещах, с которыми нужно быть осторожными в пути. 189-я. Мы до нее тоже дойдем. А я вам гарантирую, до 189-й главы. Вообще даже не сомневайтесь. Но на этом, дамы и господа, мы молодцы. С Божьей помощью завтра начнем новую главу. Мы закончили 68-ю главу. Я вас категорически попоздравляю. Спасибо всем, кто был с нами на Инстаграме. Пока-пока. Спасибо всем, кто был с нами на Фейсбуке. Вам тоже пока-пока. И на Ютубе, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях к этому видео. А если вы на колхозном зуме, можно... Субтитры сделал DimaTorzok